У Матинской области отмечается планомерный рост почти по всем экономическим показателям. В частности, объем промышленной продукции в регионе достиг 556 миллиардов тенге. Розничный товарооборот увеличился более чем на 7%, а объем строительно-монтажных работ почти на 1,5%. Есть успехи и в решении социальных вопросов. Строятся дома, школы, больницы и детские сады. О ходе масштабного строительства расскажет Николай Путилин. В городской поликлинике Талдыкургана очереди почти нет. С недавних пор здесь ввели электронную очередь. Теперь жители записываются на прием, не выходя из дома. Еще врачи перешли на безбумажное введение медицинской документации. У каждого пациента появился электронный паспорт здоровья. Но, пожалуй, больше всего медработники рады предстоящему повышению зарплаты, о котором говорил глава государства в своем послании. По Казахстану 10 тысяч почти участковых терапевтов и более 30 тысяч средних медицинских персоналов будут прибавлять зарплату на 20%. Это большая поддержка, особенно начинающим врачам. Начинающие врачи у нас получают от 60 до 70 тысяч тенге. Для них это очень большая помощь. Повышение зарплаты коснется всех работников бюджетной сферы. Увеличить заработную плату своим сотрудникам решили и руководители некоторых предприятий. На аккумуляторном заводе трудится почти 80 человек. Зарплату подняли работникам одного из цехов. Этот завод входит в число крупнейших экспортеров. Почти 70% продукции поставляется за рубеж. Руководство приняло решение о усилении мотивации работников. Это вот одного из самых наиболее у нас горячих цехов. Металлургия, это корпус переплавки. Это очень большое производство, порядка 180-120 человек. Дальше планируется поэтапное также повышение зарплаты и переделом. Эти многоэтажки строятся в новом микрорайоне Талдыкургана по программе 7-20-25. Банки второго уровня одобрили больше 50 заявок. Еще несколько десятков находятся на рассмотрении. Решается проблема из переполненности учебных заведений. В регионе имеются 34 трехсменные школы. Чтобы снизить нагрузку, в ближайшее время в области построят 15 учебных заведений. Сейчас завершается разработка их проектно-сметной документации. Николай Путерин, Адельхан Сахарик, Уаныш Тургенбаев, Хабар-24, Алматинская область.